Не знаю как вы, а я уже позабыл, что такое настоящие ходячие мертвецы. С осени мы не видели полноценных эпизодов, а дополнительные 6 серий к 10 сезону, на то и дополнительные. От них ни масштабов, ни важных моментов ждать не стоило. И вот, наконец-таки, мы увидели первый эпизод 11 сезона. Первый полноценный эпизод в этом году. И серия это вызвала до боли много эмоций, начиная удивлением, заканчивая вопросительной настороженностью. При этом серия концептуально не отличается от ранее увиденных стартов сезонов. Строится по одной и той же схеме, что и другие премьеры сезонов Анжелы Канг. А потому, подобно им, это начало сезона вышло не менее качественным. Так что, сегодня нам предстоит разобраться с тем, правильно ли поступил Ниган, чем чревато его здесь бездействие и при чем тут вообще Сэм Рэйми. Давайте начнем. Серия, как я и сказал, строится подобно началам прошлых двух сезонов. Вначале нас ждет сумбурный замес, задающий драйв на следующие полчаса. Далее разделение на линии, движение сюжета в них, ну и, конечно же, завершение на высокой ноте. Тенденция сохранена и она действует, не давая зрителю заскучать. Ладно, давайте обо всем подробнее. Интродакшн вызывает кучу вопросов. Например, как Дэрил нашел военную базу, как много времени прошло с конца того сезона. И если кто забыл, ответы на эти вопросы уже были давно даны. События разворачиваются незадолго после финала 10 сезона, так как уже в нем группа собиралась на военную базу. О самой базе, скорее всего, Дэрил узнал после вылазки в так многими нелюбимом 21 эпизоде. Там он столкнулся с несколькими ходячими в военной форме, обыскал их и, вероятно, помимо таких же пайков, что и на военной базе, в одной из сумок была карта с нахождением базы. Чего уже нам не показали. Единственное, что вызывает вопросы, это то, как группа так идеально подготовилась к вылазке, если внутрь никто ранее не заходил. Они и в стелс вдруг могут, и знают, где да что лежит. Да здесь проработан даже момент с тем, что вниз спускаются только женщины, так как они легче, и тросы с ними вряд ли порвутся. Тут уже стоит, видимо, оставить эти вопросы, потому что поднимать их точно не станут. Предположим, что Дэрил нашел не только карту, но и планы самой базы, почему бы и нет. Пока мы здесь, на интродакшене, также отмечу, что между Дэрилом и Элайджей появляется какая-то связь. Вот эти вот мелкие взаимодействия дают это понять, и в какой момент стали они ближе друг к другу, не ясно. Но да ладно. Все, теперь давайте на базу. События там немного странные. Сама по себе же сцена напряженная, до последнего ты пытаешься прочитать замысел Канг к тому, как герои спалятся, и хоть что делай, а до последнего ты не сможешь этого понять. И, кстати, вот при чем тут с Эмрейми. Выглядит прям как отсылка. Уильяма Дефо сюда на роль ходячего, и вообще б цены не было. Правда, почему мертвецы не очнулись от этого, остается загадкой. В шоу также наконец вернулся огнестрел, и мысль вернуть его напоследок, ведь сезон последний, явно преследовала Анжелу еще с того сезона. Раз уж еще тогда появился задел на эту вылазку. Но куда интереснее и куда более противоречивой является продолжение интродакшена. Линия Александрийцев. А такова она, потому что дискуссировать можно по поводу многих моментов очень и очень долго. Сама идея вылазки уже вызывает отторжение. Все в Александрии уставшие, провизии у них нет. Отдыха у основного каста тоже. Но Мэгги вновь начинает свои флэшбэчные рассказы, чтобы подвести это к началу новой войны, ради добычи еды. И ведь можно понять тех, кто отказался в этом участвовать. Это большой риск для людей, которые даже не успели оправиться от прошлой войны и ее последствий. В конце концов, вспомните, как в последний раз закончилась попытка поубивать людей ради провизии. Угу, как раз таки это и привело к войне с Ниганом. И даже если жнецов мало, как говорит Мэгги, и то это просто предположение ее. Это не значит, что все пройдет гладко, без потерь и прочих проблем. Тем более, в Меридиан идет довольно маленькая группа, включающая зачем-то старика, который вряд ли многое сможет сделать, и еще более бесполезного Гейджа, которые далее и вовсе сбегут. И правда самоубийственная миссия. Но раз уж герои считают эту идею единственной, то уже ничего не попишешь. Мне кажется, можно было попытаться по пути хоть некоторые места в городе обыскать. Да, еду, вероятно, не найти, но ведь можно было попытаться найти семена, крупы, какие-то ресурсы, которые в будущем помогут восполнить провиант. Тем более, Ниган знает город, и мог бы, наверное, знать о таких местах, в которых можно что-то найти. Но раз нет, значит нет, ладно. И таким образом мы подбираемся к главному действующему лицу эпизода, к Нигану. Его в этом эпизоде прям все вдруг возненавидели. Казалось бы, ничего плохого он не несет. Банально отмечает какие-то моменты, которые дают понять, что план очень опасный, в духе линий уровня воды при затоплении. Но его то и дело затыкают. Затыкает Дэрил. Затыкает Мэгги. Затыкают даже ноунеймы. Причем, во многом это вшивые сошки Мэгги, которых мы впервые видим, но они такие же наглые, как тот же Коул, каким его показывали и в семнадцатом эпизоде. И здесь. Ясно дело, что Нигана это не будет устраивать, ведь он для группы сделал явно больше, чем та же Мэгги со своими шестерками, которые играют роль лишь голодных ртов, а также наверняка пушечного мяса. Единственный, кто запомнился, Дункан. И то только из-за того, что чувак просто здоровый. Ниган же, напомню, в девятом сезоне спас Джудит и Пса. В этом сезоне поначалу помогал с мертвецами, далее убил Альфу. Дважды спасал Лидию, причем даже от самих александрийцев. Помог Дэрилу с шепчущимися. И рискнул жизнью, отвлекая на себя Бету. А где же была Мэгги со своими прихвостнями? Она бегала от прошлого, пытаясь забыть Нигана, именно поэтому ведь она изначально и ушла. Не просто, чтобы помогать Джорджу где-то там. Ну, спасла она Габи, окей, но это все, что она сделала. И единственный, кто на Нигана никак не быкует из ее банды, это Элайджа. Он пока из всех пришедших с Мэгги нравится больше всех, потому что не строит из себя непонятно кого. Просто обычный чувачок, который при этом умеет хорошо драться. Сразу давайте тогда обговорим и самый важный, наверное, момент разговорный всего эпизода. Это спич Нигана. Мне кажется, что уже в этой сцене его прорвало окончательно. И он тут как голос почти всех на этой вылазке. И Дэрил, и Габи, и все остальные явно понимают, что Мэгги опрометчива. Что никого не желает слушать и делает все так, как хочет она, невзирая на мнение группы, невзирая на риски, что неправильно, я считаю. Прав он оказался и в том, что чувствовал гнев Мэгги по отношению к нему. Ее желание убить Нигана, убить его здесь. Что тоже было бы неверным действом с ее стороны, учитывая его подвиги. Да, тот же договор с Кэрол, по которому та обещала ему нормальную жизнь. После этого ведь заявилась Мэгги, и всю договоренность, все риски Нигана, как будто бы больше не имеют значения, и это неправильно, объективно неправильно. Да, он убил Глена, но в то же время он давно за это заплатил. И все, мне кажется, это понимают. И понимали до того момента, пока не пришла Мэгги. Уже после этого, тот же Дэрил вновь настроился как-то крайне негативно, и не упускает момента показать Нигану свое им недовольство. И Ниган лишь хочет, чтобы это поняла и Мэгги. Чтобы она поняла и то, что нужен он на этой вылазке не для того, чтобы стать ее жертвой, а чтобы проявить себя как важный член группы. Коим видеть его никто здесь не хочет. И думаю, поэтому его поступок в конце эпизода нельзя считать окончательно плохим. Да, он подлый, да, он подрывает и весовой хлипкий статус Нигана в группе, но в то же время не похоже, что Ниган просто кинул Мэгги. Мне кажется, что в этом есть нечто большее. Анжела Канг говорит, что суть в том, что Ниган тот, кто постоянно выживает, и он увидел возможность оставить Мэгги. Оставить ту, кто может стать причиной его гибели. Возможность, которая может означать и то, что Мэгги может там погибнуть. Это не дословно, но это Анжела Канг имела в виду, и с этим я не особо согласен. Все-таки видно, что Ниган оценивал обстановку здесь, словно оценивал шансы Мэгги на выживание, и таким образом он будто решил преподать ей урок. Урок о том, что без доверия в группе, даже между теми, кто ненавидит друг друга, ничего у них не выйдет. И об этом тоже Канг сказала, отметив, что было весьма интересной для нее идеей посеять очередное зерно ненависти между ними, и причем на почве отсутствия доверия друг другу. И развитие этого мы уже видели в трейлере к сезону. Из этого можно сделать вывод, что Мэгги осознает то, что была неправа, и начнет к Нигану далее относиться более снисходительно, чем относилась ранее. Так или иначе, у каждого из нас могут быть разные мысли на этот счет, потому жду вас в комментах, если есть какие-то несостыковки у вас с моим мнением. Самое неровное, что есть в эпизоде – Содружество. Не скажу, что линия эта неинтересна, наоборот, очень даже, но в то же время она довольно странная. Если событие в метро нечто мрачное и загадочное, то в случае событий здесь вместо слова «мрачное» стоит поставить слово «забавное». Да, именно так можно описать события тут. Акцент сделан сильный на «принцессе», а оттого и настроение линии вообще никак нельзя назвать серьезным. То и дело подкидываются какие-то околокомедийные моменты, и не знаю, много ли от этого толку. Мне кажется, наоборот, стоило сделать события здесь хоть сколько-то пугающими, интрига была бы куда сильнее вокруг этих людей, и, соответственно, следить за ними хотелось бы сильнее. Достаточно напряженным был момент допроса, но и его разбавили комедийными вставками. Интересно тут и то, какое значение имеют почтовые индексы, медыстория и подобные личные моменты. Окей, через индекс «Ревизоры Содружества» немного скрытно вынюхивают информацию о том, где примерно жили персонажи до апокалипсиса. Но какой толк от этого? Мы знаем, что для них важно то, кем работал персонаж до падения. Ведь в Содружестве людям на основе этого дают профессии. Но как на них может отражаться то, кем были родители персонажей, или же где герои раньше жили? Пока что у нас есть только эти вопросы, вызванные другими вопросами. Так что гадать пока что смысла нет. Увидим, что будет дальше. Но теперь к самому странному. К побегу. Мне лично не совсем понятно, как персонажи умудрились сточить форму этих голубков, если наши, вроде как, сидят в запертой клетке. Принцесса знает об их расписании. Но в то же время это ни о чем не должно говорить. Ведь откуда персонажи узнают, куда уходят эти двое, чтобы украсть их форму? Как они выбрались, и почему на смену не пришел другой патруль? Может я что-то упускаю, но мне этот момент не ясен. Судя по всему, побег решили подвязать к ранее неоднократно упомянутой комедийной стороне эпизода. Так как других объяснений этому у меня нет. И если такова подвязка, то это не есть хорошо. Выглядит это глуповато, но ничего уж не поделаешь. Главным тут является то, почему персонажи все-таки останутся. И здесь стрельнуло ранее неподвешенное ружье, и такие твисты я не люблю. Я сейчас о ранее неизвестном брате Юмико, что очень сильно похоже на появление подруги Мишон в девятом сезоне. Твист ради твиста. Тогда, правда, это нужно было, чтобы потянуть эпизод. А здесь для причины, по которой содружество продолжит существовать в сюжете. Так что это более чем простительно. Как можете заметить, эпизод моментами странный, даже очень. Канг явно заигрывается с добавлением всяких рофлов. И в случае с Юджином и Ко, таким образом закадрово рассчитывая на несерьезные ситуации, дает им сбежать и увидеть доску пропавших. И это единственная проблема эпизода, мне кажется, по которой можно за многое писателям предъявить. В остальном же серия сильная, напряженная, нервная, в конце вообще вызывает шок. Оценка моя перед вами. А как оцениваете эпизод вы? Напишите в комментариях или голосуйте в группе в ВК. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий. Помимо этого тыкаем на колокол, чтобы не пропускать новые ролики, оформляем спонсорские подписки, потому что это клево, и не забываем о группе во ВКонтакте. До скорых видео. Субтитры сделал DimaTorzok